изгнание уровень магии 5 требуемый класс маг минимальный подкласс адепт цена изучается при помощи свитка затраты маны 510 максимальный эффект отсутствует модификатор защиты 0 спас бросок нет заклинание магов используется на живого противника уничтожает тело противника сразу после его смерти действует до конца боя изгнание одно из немногих заклинаний магов аналога которого нету жильцов на мое удивление данное заклинание используют достаточно редко хотя его потенциал очень и очень велик на одном из турниров боя я решил обратить на него внимание мне попалось два интересных боя которые мы выиграли именно за счет изгнания которые я и хочу сегодня рассмотреть составы в первом бою были идентичны два джага два лука и два мага так как у них был джаг с вудуизмом то нам нужно было убивать всех так чтобы обнуть он не мог мага с озарением у нас не было и мы решили использовать изгнание против нас оно не работало так как у нас было во первых эмпатия а во вторых было избавление так как карта большая и лучника изначально мага не доставал то смысла изгонять мага сразу не было сначала решили поставить джага для сокрушающего удара а лугу в это время накинул гемотоксин грим строку нашего мага подали к джагу и к луку однако подали как-то криво и джаггернаут его не доставал так как лук его мог все таки убить я могу дал эмпатию все остальное мы тоже сделали как и планировали гемотоксин сокры так далее однако лучник не стал убивать мага а спел своему могу чтобы я не смог его сокрушить а сам свою очередь проблочил удар от олд пирата на следующем раунде мы думали что маг улетит чтобы не получить сокрушающих а так как эмпатия была в кд то нельзя было допустить чтобы лучник бил поэтому лучнику мы даем изгнание тем самым вынуждая его еще один раунд влочить голову однако они почему-то центриат лука а джаггернаут бежит к нашему лучнику поэтому я могу спокойно сокрушить их мага а пират не тратя энку ударит в орган строка чтобы не получить ответный удар тут уже стало понятно что маг никуда от меня не денется а значит первым изгонять можно и его лучник за счет сальто центрица поэтому даже если нашему магу споют лучей сможет ударить его с помощью выстрела в глаз конечно еще могло быть такое развитие событий что маг бы проблочил удар в голову за счет того что удачи у гримстрока больше чем у пирата но он бы дальше стал сокрушающим ударе и петь магу не стали гримстрок ударил нашего мага но эмпатия не дала ему умереть дальше нам нужно было лишь узнать лучника соперники уже понимали в чем смысл нашей тактики и соответственно пытались это предотвратить однако нам повезло на два раунда подряд что маг оставил изгнание последним а лучнику ярость вообще не лисали на первом раунде у гримстрок спасся песней а на втором умер и пропал навсегда также вместе с ним умер и я и пират однако маг остался жив и так как у джаггернаута не было ауры страха спокойно апнул нас хаосом ну а дальше убить втроем одного джаггернаута проблем уже не составляло ну я попал навсегда все убивать все убить а все убить все убить и сказать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Маг благополучно ушел в сокрушающий, однако Гримм строк, упал от МБ от Купера и забрал Купера от веткой с собой. Минуса у нашего лучника были очень большие, и моего здоровья не хватило бы, чтобы его апнуть. Поэтому апать стал Маг. Я не давал ему эмпатию, так как Джак не унес бы его в очень большие минуса, тем более у него не было в руках меча изгнаний, и бояться нам было нечего. По итогам раунда боя я обратил внимание на то, что смог проблочить удар Купера. Соответственно, я бы мог сейчас к нему спокойно подойти и убить. Гримм строк спел бы мне, так как наши общие статы перекрыли бы его статы даже при песне. Однако, Маг решил действовать по-своему, и несмотря на то, что у нас в наличии была эмпатия, решил просто отлететь. Так как я не знал, что Маг начнет проявлять самодеятельность, то все равно шагнул к Луку. Но убивать его не стал, так как без изгнания смысла не было. Лучше я проблочу себе голову, и возможно избегу лишнего урона. Дальше мы уже уговорили Магу все-таки дать изгнание лучнику, но он сальтанул от меня, и убивать его пришлось Гримм строку. Однако, уклонение дало о себе знать, и Лук остался жив. Но зато за счет рикошета упал Маг. Как выяснилось потом, Купер пел себе, и скорее всего, все равно бы он вернулся от Гримм строка. Поэтому нужно было пробовать гнать его еще раз. Особенно учитывая то, что у меня была готовая эмпатия, а Маг не мог бы лишних каких-нибудь нам противных действий дать. Хотя мы уже все равно имели в запасе эмпат. И избав. Ладно. Так. Но Маг решил опять сделать что-то опять по-своему. Добровольно шагнул к Джагу. И решил, что должен выкинуть его отсюда. Ошибся за счет того, что у Джага было много зома. И в результате мы пришли к тому, что Маг стоял около Джага. Весь готовый умереть. Лук не был изгнан. И вообще мы просто ничего не сделали за этот раунд. По итогам фазы боя выяснилось, что мы разменялись лучниками. Однако теперь я сам мог капнуть Гримм строка со своего самопожертвования. И все-таки мы уговорили Мага дать изгнание уже их Магу. Апнутый лук убил Мага. И мы наконец-то приблизились хоть немного к победе в этом бою. В прошлом раунде мы триумфом не дали их Магу апнуть лука. Поэтому в этом раунде было очевидно, что будет вудуизм. Я сменил меч на неизбежность. Маг отлетел из тахановца и мы стали ждать ап лучника. Неизбежность прошла. И получилось так, что так же как и в прошлом бою, все свелось к тому, что мы остались втроем против одного Джекернаута. И соответственно спокойно выиграли бой. В итоге хочется сказать, что изгнание достаточно сильное заклинание в умелых руках. Даже при наличии в команде Джекернаута с неизбежностью в виде меча, блока с неизбежностью в виде ножика, варвара с расчленением. Изгнание все равно остается очень полезным, так как уменьшает тот фактор, что расчленение и неизбежность всегда могут не пройти. Не пройти много раз подряд и так далее. А изгнание это точное и верное заклинание. Потому что если оно прошло, вы это видите. И это нужно использовать. Использовать.